Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 231, lesson number 231 out of 366 и номер один у нас повторение. Here we review vocabulary or grammar. Сегодня мы повторим с вами уверен, уверена, уверены. Давайте напишем уверен, masculine, feminine, уверена, уверена, feminine and plural уверены, уверены. Что такое уверен, уверена, уверена? I know for sure, I'm confident. Let's put them in context. Я не уверен, будет ли вам комфортно жить в таких условиях. Я не уверен, masculine, right? I'm not sure, я не уверен, будет ли вам комфортно жить в таких условиях. Я не уверен, будет ли вам комфортно жить в таких условиях. I'm not sure it will be comfortable for you to live in such conditions. Я не уверен, I'm not sure. Хорошо, на уверенном, feminine. Я уверена, что остальные тоже приедут. Я уверена, что остальные тоже приедут. Я уверена, что остальные тоже приедут. I'm sure the rest will come too. The rest of the people, the rest will come too. Остальные тоже приедут. Я уверена. If you are a woman, say, я уверена. Хорошо, masculine, sorry, plural. Мы уверены, что список у нее. Мы уверены, что список у нее. Мы уверены, что список у нее. We are sure, we are confident, we know for sure, that the list is, that she has the list. У нее, that she possessed the list, she is in possession of the list. Мы уверены, что список у нее. Отлично. Идем дальше. Номер два глаголы, verbs, глаголы. Один. Here we will talk about today's verb in imperfective aspect. And today's verb is сомневаться. Сомневаться. Сомневаться means to have doubts. Сомневаться. To not be sure about something. To have doubts. Сомневаться. Сомневаться. Let's conjugate this verb. This is imperfective. Сомневаться. Я сомневаюсь, что он хорошо видит. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что он хорошо видит. I doubt that he sees well. Basically, it means I doubt that he has a good eyesight, a perfect eyesight. Я сомневаюсь, что он хорошо видит. Ты сомневаешься, что этот гриб съедобный? 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 Дальше. Он, она сомневается, что ребёнок родится сегодня. Он или она сомневается, что ребёнок родится сегодня. He or she have doubts, or he or she doesn't believe that the child will be born today. Что ребёнок родится сегодня. Что ребёнок родится сегодня. Отлично. Now plural. Множественное число. Мы сомневаемся в нём. Мы сомневаемся в нём. We have doubts about him. We don't trust him. Мы сомневаемся в нём. We are not sure about him. Мы сомневаемся в нём. Хорошо. Вы во мне сомневаетесь? Вы во мне сомневаетесь? Вы во мне сомневаетесь? Они не сомневаются. 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 They don't have doubts. Они не сомневаются. They are sure about something. Они не сомневаются. Номер три. Глаголы. Again, глаголы. Номер три. This time, same verb, but in perfective aspect, and we are going to conjugate it in past tense. So, perfective is усомниться. Усомниться. We will have three conjugations here, masculine, feminine, and plural. Masculine Усомнился. Head doubts. Усомнился. Feminine Усомнились. Feminine Усомнились. And plural Усомнились. Plural Усомнились. усомнились had doubts had this moment when they found out something and they became they became not sure about this person or situation усомнился он усомнился она усомнилась они усомнились продолжим я усомнился в том что он сможет переночевать в лесу я усомнился усомнился в том в том я усомнился в том что он сможет сможет переночевать Я усомнился в том, что он сможет переночевать в лесу. I had doubts that he can spend the night in the forest. That he could... что он сможет. We are talking about one-time action, of course. This is why сможет is in perfective. Я усомнился, что он сможет переночевать в лесу. Отлично. Идём дальше. Ты усомнился or усомнилась. Here you can use feminine, of course. If you are a woman, я усомнилась. Ты усомнился. Ты в нас усомнился. Ты в нас усомнился. Ты в нас усомнился. You had doubts about us. Ты в нас усомнился. Он, она усомнился. Or усомнилась, что они смогут это сделать. Он, она усомнился. Or, of course, feminine. Усомнилась. If we are talking about она. Here the same. If you are asking a woman, ты в нас усомнилась. Use feminine. Он, она усомнился. Or усомнилась. Усомнился or усомнился. Что они смогут это сделать. Что они смогут, смогут это сделать. Он, она усомнился or усомнилась. что они смогут это сделать. He or she has doubted that they could do this. Что они смогут это сделать. And the last one is plural. Мы, вы, они. Мы, вы, они. Same conjugation. Усомнились. Мы, вы, они усомнились. Мы, вы, они усомнились. В том, что нам это нужно. Усомнились. Усомнились. Усомнились в том. Усомнились в том, что нам это нужно. He or she had doubt that we need it. Усомнились, что нам это нужно. Отлично. Давайте продолжим. Let's continue. Номер четыре. У нас idioms or sayings. And today's saying or an idiom is передать слово в слово. Передать слово в слово is to pass word by word to somebody's words word by word, exactly like they did say it. Передать слово в слово. Например, самое главное передать ему всё слово в слово. Самое главное передать ему всё слово в слово. Самое главное передать ему всё слово в слово. Хорошо. Дальше. Номер пять. Выражение. Выражение. And today's expression is До скорой встречи. До скорой встречи means basically it means see you soon. Literally till our... До скорой встречи. Till our soonest meeting. Literally. До скорой встречи. Basically, see you soon. До скорой встречи. Например, for example, до скорой встречи, друзья. До скорой встречи, друзья. See you soon, friends, my friends. До скорой встречи, друзья. See you soon, friends. До скорой встречи, друзья. Хорошо. Номер шесть. Грамматика. Шесть. Грамматика. 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 Отлично. Today, we're going to talk about the verb ЗАСТАВЛЯТЬ. ЗА-СТА-ВЛЯТЬ. 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 Imperfective. Perfective. ЗА-СТА-ВЛЯТЬ. 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 Imperfective. Perfective. ЗА-СТА-ВЛЯТЬ. ЗА-СТА-ВЛЯТЬ. plus accusative case plus accusative we will work with the question кого, whom кого this is a question for accusative case заставлять, to make somebody do something заставлять, заставить means to force somebody, to make somebody do something кого, whom to force, this whom will be in accusative case например, for example я заставляю я заставляю imperfect first я заставляю детей ехать в деревню я заставляю 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 я заставляю детей детей ехать в деревню I make kids to go to the village ехать в деревню деревню I force kids to go to the village я заставляю кого детей here will be in accusative case кого детей 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 in accusative case хорошо now perfective я заставляю начальника 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 я заставлю начальника купить мне купить дать дать мне новую машину в следующем году дать дать мне новую машину 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 в следующем году в следующем в следующем в следующем году году I will make my post to give me a new car next year я заставлю кого whom I will make I will force to give me a car начальника accusative case хорошо идем дальше номер 7 диалог 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 давайте начнем наш диалог итак передавай всем привет передавай передавай всем привет привет передавай всем привет обязательно 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 of course I will do пока goodbye обязательно of course of course I will do bye-bye хорошо дальше номер 8 короткая история a short story короткая история короткая история итак первое предложение как обычно мои родители были правы как обычно 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 мои мои родители были правы as always my parents were right как обычно мои родители были были правы правы as always my parents were right как обычно мои родители были правы правы as always my parents were right как обычно мои родители были правы было было сначала сначала набраться набра с набраться опыта 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 мне нужно было сначала набраться опыта а потом открывать свой собственный бизнес а потом открывать свой собственный бизнес мне нужно было сначала набраться опыта а потом открывать свой собственный бизнес and then open my own business ok this is what my parents told me я их не послушала и уже потеряла много денег Я их не послушала, послушала, послушала и уже потеряла, потеряла, потеряла много, много денег, денег. Я их не послушала, I didn't listen to them and already lost и уже потеряла много денег, lot of money. Хорошо, давайте ещё раз прочитаем, let's read it one more time and we are done. Как обычно мои родители были правы, as always, my parents were right. Мне нужно было сначала набраться опыта. First I had to gain experience. Набраться, да, to gain. Perfective, of course. А потом открывать and then to open свой собственный бизнес. My own business. Я их не послушала. I didn't listen to them. Perfective, of course, because it was one-time action in the past and I didn't do it. И уже потеряла много денег. Already lost, the action is finished, done. Perfective as well. A lot of money. After the word много, the noun will be in genitive case. So денег here is in genitive. Много денег. Запомните, a lot of money, много денег. Genitive case. Money is in genitive here. Спасибо большое. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow. Don't forget to like, to subscribe. Целую вас, чмоки-чмоки.